И кодекс Гигас Библии и Дьявола не просто так. Помимо изображения нечистого, в книге содержится группа колдовских заклинаний, а также описывается ритуал изгнания Дьявола. Нападающий лукавый был самым большим страхом средневекового человека, нападающий и проникающий в человеческую сущность. Чтобы справиться с такой напастью, необходимо было проводить страшный и пугающий ритуал изгнания Дьявола, где священник и жертва сражались за душу одержимого. Также есть интересные моменты, в которых особо суеверные личности видят знак одержимости злом. Во-первых, сразу после изображения Дьявола были вырваны 8 страниц. Неизвестно, что было написано на пропавших страницах, но это только подогрело интерес суеверной публики. Во-вторых, после пожара 1697 год, в котором чуть не погиб кодекс Гигас, на некоторых его страницах появились странные тени. Причем тени эти появились именно на тех страницах, которые соседствуют с изображением Дьявола. И именно страница с известным рисунком кажется темнее всех остальных страниц. Но эти тени также можно объяснить. Они могли появиться на страницах благодаря ультрафиолетовому излучению, которому постоянно подвергался материал книги, кожа, практически выдубив ее. В течение многих веков люди обращали внимание, прежде всего, на рисунок Дьявола, что свидетельствует о неуемном человеческом интересе по отношению к лукавому. Кодекс Гигас – это уникальное творение, самая большая средневековая книга, завершенная за несколько десятилетий одним человеком. Этому человеку удалось прославить свое творение навека, но свою личность он скромно оставил в тени. Никто не знает, кем был этот человек. Однако существует версия, что книгу написал монах-отшельник по имени Герман Отшельник, о чем свидетельствует запси в списке имен в книге. Возможно, что легенда о грешном монахе основывалась на неверной интерпретации латинского слова, обнаруженного в кодексе Гигас, что означает заключение. В течение многих лет значение этого слова расценивали как ужасное наказание, то есть замуровывание заживо, но само слово намного ближе по значению к слову «затворник». Итак, ужасную легенду, которая до сих пор будоражит страхи суеверных людей, можно опровергнуть и доказать, что это всего лишь легенда. Скорее всего, песцом был монах-отшельник, который добровольно уединился в своей келье, то уйдя от внешнего мира и от его соблазнов. Для этого монаха кодекс Гигас мог быть поиском прозрения, а также работой всей его жизни. Далеко не злом он был вдохновлен, а божественным благословением. Он дал людям надежду на спасение, дал им возможность выбора, показал этот выбор в виде рисунков, расположенных друг против друга, рисунок дьявола и рисунок царствия небесного. Добро и зло меряются силами перед вечностью на страницах кодекса Гигас. Кодекс Гигас находится в Стокгольме в стенах Шведской Королевской Библиотеки. В 2007 году кодекс Гигас впервые экспонировался на своей родине в Чехии в Г. Праге. Несмотря на раскрытые загадки, огромная рукопись будет и дальше вызывать интерес у людей, будет вызывать в их умах образы странного монаха-отшельника, создающего неповторимое творение своих неутомимых рук. В одном легенда оказалась права. Монах действительно рискнул создать книгу, которая прославила собой не только определенные места, но и определенные события, повлиявшие на ход истории. А вот тут вы можете скачать эту книгу сами и изучить подробнее. Еще несколько мировых загадок для вас. Давайте вспомним про легендарный меч в камне или например Илья Муромец, былинный богатырь или реальный человек. А вот еще тайна карты перерейса и была ли Татаро-монгольская ига. Оригинал статьи находится на сайте infoglass.rf Ссылка на статью, с которой сделана эта копия. http colon slash slash infoglass.true slash загадка, история. Leave a comment, read comments. 26 27